Добрый вечер. Как хорошо, Игнать Тихин. Мир вам, Игнать Тихин. С мером, с мером. Мир всем. Он нужно выключить, у вас шумно. Полинка. Царю небесный, утешителю души истинным, И живи с детства, и вся исполняяй сокровища благих, И жизнеподателю привиди силы сяны, И очистены от всяких скверов, И спаси блажен души нашу. Господи, благослови наши занятия, Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания. Творимут с нами и в этот благодатный вечер. Шала тебе, честь и поклонение. Шмуха. Я прошу прощения за задержку. Предновогодний ажиотаж. Город, стоит проб. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровения Святого Иоанна Богослова, 14 глава, 13 стих. И услышал я голос с неба, говорящий мне, Напиши, отныне блаженны мертвые, Упывающие, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, Они успокоятся от трудов своих, И дела их идут вслед за ними. Толкование. После того, как Иоанн видел этих трех ангелов-вестников, Он услышал голос с неба, Повелевавший ему записать то, что услышит. Этим подчеркивается особая важность того, Что будет сказано. И Иоанн записал услышанное, А мы поныне утешаемся Этой радостной истиной. Отныне блаженны мертвые. Что это такое? Перед своим, Перед своими крестными страданиями Господь сказал, Ныне князь мира сего Из нам будет дом. Евангелие от Иоанна 12.31 Он сам сошел в ад И пленил плен. Послание к Ефесянам 4.7 А разбойнику на кресте сказал, Ныне же будешь со мною в раю. Лука 23.43 Крест победил ад и смерть. Поглощена смерть победою. 1 Коринфянам 15.54 Христос смертью смерть попрал. И вот небесный глаз возвещает. Отныне блаженны мертвые. Отныне не ужас, А блаженство несет с собой смерть. Но не всем. Только что были тайнозрителю показаны Мучения нечестивых после смерти. Блаженны мертвые, Умирающие в Господе. Вот непременное условие Вечного блаженства После смерти. Умирающие в Господе Это не обязательно Мученики, потерпевшие Умерщвление за Господа. А вообще Все праведники, Чья жизнь была Во Христе До самого Смертного часа. Это говорящие Вместе с апостолом Павлом Я Сораспялся Христу И уже не я живу, Но живет Во мне Христос. Послание Галатам 2 глава 19 и 20 стихи Смерть в Господе Это то, О чем нас Всегда призывает Молиться Церковь. Цитирую. Христианской Кончины жизни нашей Безболезненной, Непостыдной, Мирной И доброго Ответа На страшном Суде Христовым Просим. Блажен, Кто, Умирая, Всем Простил И, Примирившись С Богом И людьми, Отошел Вечно. Для таковых Смерть Не мрак, Не катастрофа, А утро Не вечернего дня, Заря Грядущего И меркнущего Света. Ей Говорит Дух Они Успокоятся От Трудов Своих. Напутствует Церковь Своих Чад Вечность Молитвой Упокой Господи Души Усопших Рабов И Многими Другими Молитвами Об Их Упокоении. Рустам, Микрофон Выключите, Пожалуйста. Рустам, Слышите Меня? Алло? Микрофон, Рустам, Выключите. Сейчас, Сейчас. Здесь На земле Терпение И Труды Святых Там Покой. Земная Жизнь Христианина Это Непрестанные Труды На Ниве Божьей Это Непрестанная Несение Христа. Царство Небесное Силою Берется И Употребляющие Усилия Восхищают Его. Евангелие От Матфея 11.11 И Апостол Пишет Вы Обратились К Богу От Идолов Чтобы Служить Богу Живому И Истинному И Ожидать С Небес Сына Него. Первое Писал Никитинсам Первая Глава Девятый Десятый Стих. Труд И Терпеливое Ожидание Вот Участь Святых Здесь На земле Посему Для народа Божия Еще Остается Слугодство Равно Покой Геннадий Ибо Кто Вошел В покой Его Тот И сам Успокоился От Дел Своих Слание Евреям Четвертая Глава Девятой Десятой Стихи Какая Великая Разница Имевшие Покой На земле В вечных Мучениях Не будут Иметь Покоя Ни днем Ни ночью Ревностно Потрудившиеся Богу И хранившие Терпение На земле Упокоятся В вечных Обителях Бестного Остана И дела Их идут След за ними Почившие В Господе Не пустыми Идут В вечность За ними Как Доброе Наследство Идут В вечность Их Добрые Дела Почему Господь И учил Приобретайте Себе Друзей Богатством Неправедных Чтобы Они Облагодетельствованные Вами Когда Обнищаете Приняли Вас В вечные Обители Евангелие От руки 16 Глава 19 Их Добрые Добрые Не забываешь ли Что Все мы будем Судимы По делам Как о том Учит Писание Не забываешь ли Что По смерти Нет Ни покаяния Ни добрых дел На что Надеешься Душа Неродивная Пиши Творить Добро Вопросы Откровение 14 14 И взглянул я И вот Светлое Облако И на Облаке Сидит Подобный Сыну Человеческому На голове Его Золотой Венец И в руке Его Острый Серб Толкование Так Виделся Иоанн Господин Жатвы Подобные Сыну Человеческому Иисус Христос Мессия Доксин Человеческий Является Христос Тайно Зрителю В самом Первом Видении Апокалипс 1 Глава 13 Особенно же Это Видение Перекликается С видением Пророка Даниила Являлся Христос Это Является Видел Я В ночных Видениях Вот С облаками Небесными Шел Как Сын Человеческий Дошел До Ветхого Днями И Подведен Был К Нему И Ему Была Дана Власть Слава И Царство Чтобы Все Народы Племена И Языки Служили Ему Владычество Его Владычество Вечное Которое Не Придет И Царство Его Не Разрушится Рок Даниил 7 глава 13-14 И У Даниила И У Иоанна Мы Видим Христа Подобного Сыну Человеческому Грядущему На Облаках Судить Мир Слово Подобный Здесь Означает Не Просто Сходство А Действительное Дождество Он Действительный Сын Человеческий Не Мнимо А Действительно Тот Воплотившийся От Девы И Вот Светлое Облако И На Облаке Некогда В день Вознесения На Иллионской Горе Ученики Видели Господа Возносящегося На Небо На Облаке Тогда Два Мужа Ангелов Сказали Им И Иисус Вознесшийся От Вас На Небо Придет Таким же Образом Как Вы Видели Его Восходящим На Небо Негодяй 1 Глава 1 На Облаках Небесных Вернется Господь Бить Вселенную Китирую Дальше Тогда Восплачут Все Племена Земные И Увидят Сына Человеческого Грядущего На Облаках Небесных Силою И Славою Великую Вангрии От Матфея 24 3 Все Грядет С Облаками 1 Глава 7 В Облаках Будет И Встреча Христа С Церковью Восхищены Будем На Облаках Средине Господу На Воздухе 1 Писанки 4 17 И У Даниила Вот С Облаками Небесными Шел Как Бы Сын Человеческий Светлое Облако Снак Небесной Чистоты Света Величия И Славы Ведущего Господа Вот Этими Облаками Могут Разуметься И Светлые Ангельские Силы Как Сказано И Идет Господь Со Тьмами Святых Ангелов Своих Иуда 1 14 Или Как Воспет Господь У Давида Наклонил Он Небеса И Сошел И Мрак Под Ногами Его И Воссел На Херувимов И Полетел И Понесся На Крыльях Ветра И Мрак Сделал Покровом Своим Сенью Вокруг Себя Мрак Вот Облаков Воздушных От Блистания Пред Ним Побежали Облака Его Возбремел На Небесах Господь Помимо Ангельских Сил Можно Разуметь И Облако Свидетелей Евреям Которые Также Будут Окружать Господа Его Пришествия Но Никто Нам Не Мешает Также Веровать Тому Что Как Буквально Облако Скрыло От очей Учеников Возносящегося Господа Так И Буквально В облаках Явится Господь Грядущий Как Привычно Нам Поднимать Глаза И Созердать Облака Этих Причудливых Небесных Старанников Но Думаем Ли О том Что Когда-то Вот Так Ж Привычно Поднимем Глаза Увидим Все Те Же Облака И Вдруг Явится Тот Кто Некогда В них Скрылся От очей Люсти Возможно Это увидят Наши Потомки А может Быть Мы Водорствуйте На голове Его Золотой Венец Внак Царского Достоинства Над всем Видимым И Невидимым И Снова Грядущего Со Славой Судить Живых И Мертвых Его Же Царствию Не Будет Конца И Те Цареградский Символ Веры Руке Его Острый Серб Некогда Цутирую Вышел Сеятель Сеет Это О первом Пришествии Христа Теперь же Суд Жатва Жатва Есть Кончина Века Иван Григорий От Монфея 13 Голос 39 Стих Некогда Господь Говорил Ученикам Молите Господина Жатвы Чтобы Выслал Делателей На Жатву Свою Евангелие От Монфея 9 Глава 38 Теперь же Он Грядет С острым Серком В руке Своей Вопросы Вопросы Так Вопрос Написано Жатва Есть Кончина Века После Жатвы Наступит Вечность Последний День Все Произойдет Я так понимаю После этого Ничего не будет Так Игнать Ну то что говорят Они Это не подтверждается Писанием В одной только Шестой главе Евангелия Теана Христос Говорит Четыре Раза Последний День Последняя Страница В году На календаре Что за ним Ничего Нету Год Кончился Последний День Жизни Нашей Что за ним Все Кончилось Ресурса Нет Так и Здесь Последний День Мировой Истории Притом Неоднократно Говорит Кто не Будет Есть Плоти Сына Человеческого И дальше Говорит Кто будет Есть Будет Иметь Жизнь Вечную Я воскрешу В последний День То есть Речь О церковных Людях О церкви А не О тех Которые Вне церкви Сектанты Какие-то Они У них Нет Этого Тела Они Говорят Ну это Воспоминания Только Твори В вечере Тут Один Стих Уже Сдрогнули Вы все 200 Миллионов Нет Дальше Господь Говорит О Лазаре А Марфа Говорит Ты веришь Он ей Говорит Она говорит Воскреснет В последний День Отсюда Делаем Вывод Что Ученики Это Слышали Так и Поняли Воскреснет Последний День То Что Воскреснут Праведники Потом Тысячи лет Будут Царствовать Потом Еще одно Воскресение Будет Это Обман Обман Который Пришел От Бакмелдера Адвентия Седьмого Дня А сектанты Все Подхватили Это Почему Потому что Один Сатана Научает Вопреки Слово Божие Жатва Кончина Века Все И пошлет Женицов И прежде Что Плевел Вырвете А они Сначала Пшеницу Возносят На небо То есть И здесь Вывернуто А потом Что Скажу Женицам Бросят В огонь Вечер А тогда Пшеница Засияет Вот То Что В последнем Дне Все Местописания Говорят И что Одновременно Все Воскреснут А не то Что Одни Праведники Потом И что Это Будет Пришествие Христа Разовое Написано Во второй Раз Явится И дальше Говорится 9.28 Послание К евреям А если Как вот Иеретики Верят Что Сначала Тысячелетнее Царство Будет А потом Воскреснут Они Пришел Он за церковью Придет Восхищение Церкви Это второе Пришествие Придет На суд Третий Иногда У них Четыре Воскресения Это Пришествие Христа Это Обман Они Никак Не могут Понять Что Христос Есть Единый Спаситель Который Разрушил Дела Дьявола Разрушил Он Связал Его А написано Связан На тысячу Лет Мы не знаем Когда Тысяча Лет Начиналось Но Связан На тысячу Лет Значит Нам Нужно Вопрос Посадить Когда Он Был Связан И Был Ли Связан Об Это Мы Считаем И 16 Евангелие От Матфея Как Может Кто Расхитить Вещи Если Прежде Не Свяжет Сильного Но Раз Мы Затем Что Сидит Когда Доказываешь Там Вот От 27 Дня Я Говорю Им Надо Субботу Защитить На Субботе Брак Поймал Я Говорю Ну Ныне Это Воскресенье Христос Субботу Трудился Проповедовал Преисподней Какая Преисподня Преисподня Это Земля То То Есть Они Не Верят Я Говорю Да Ада Нету Ну Как В аду Богач Мучился Нет Это Притча Ну А как Я говорю Написано Первое Петра 4 6 Для того И мертвым Было Благовествуемо Какие Мертвые Это Ада Ада 106 Преисподняя Места Земли Третья Глава Говорит То То есть Не Верят Ну Тогда Это Был Не Христос Я говорю Обманщик Почему Потому 3 8 И Первое Послание Иоанна Говорит Так Для того Ты Явился Сын Божий Для чего Для того Запятая Чтобы Разрушить Дела Дьявола А если Он Разрушил То Это Не Христос Был Обманщик И Поэтому Парисей Правильно Сделали Что Распяли Его И Они Так И Говорили Этот Обманщик Когда Был Живой Говорил Что Третий День Воскресного Так К нему Уже Прилипло Или Мы Все Так Будем Признавать Что Наступило Тысячелетнее Царство Но Как же Сатана Действует Действует Кто Подходит К нему Иначе Мы Молимся Избавят Лукавого А 16 Глава 20 Сик И Говорит И Сокрушит Сатану Вскоре Под ноги Ваши Как Сокрушит Если Он силы Имеет Нет Он Лишен Силы Мы Молимся Совершаем Крестное Знамение И Он Падает Я Разговаривал В больших Собраниях Там Пятьдесятники Баптисты Я Говорю Скажите Вот У вас Бывало Во сне Вы Видели Дьявола Ну Поднимите Руки Поднимай Чуть Не Весь Зал Я Говорю А Как Вы Отбивались От него Ну Никак Говорит Душил Меня Подошел Прям Утром Посмотрели Синяки На горле Одна Встала И Говорит А я Так Делаю Как Только Он Начинает Я Перекрещу И Он Сразу Падает Я Говорю Да Кому Против Крестного Знамения А Вот Во сне Это Мне Было Если Я На Его Буду Меня Братья Отлучат Они Отлучат Его То есть Они Не Верят В Это А Ты Я Говорю Как Понимаете Евреям 2.14 И Как Дети Причастны Плоти И Крови Вот Мы Причастны У нас Плоти И Кровь То И Он Воспринял Оные То есть Таковые Дабы Смертью Своей Лишить Силы Имеющим Державу Смерть Вы Верите Что Он Лишен Лишен Силы Смертью Смерть Попрал Сразу Задумываются Сидят Ваня У тебя Как Там В Библии Написано Ну Так же А как Нам Братья Говорят Что Восхищение Будет На Тысячу Лет У меня Братья Говорим Ну Пища Не Отдаляет И Не Приближает Я говорю Нет Этого Она Отдаляет Ну Библия Говорит Я говорю Где Листает Нигде Нету Я говорю Восьмая глава Восьмой стих Первый Коринфянам Не отдаляет Они Это сказать Не отдаляет Это вы Прибавили Сами Пища Нас Не 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 Приближает К Богу Адам Из-за пищи Вывалился Она его Не приблизила А вывалила Сделай Камни хлебами Не продать Не купить Речь идет Только о хлебе Все Поэтому Воскреснут Праведные В последний день И надо готовиться К этому Страшному Неподкупному Судии А сегодня Как Бог любви Розовое христианство Придумали Это не сегодня Придумано Бог никого Не наказывает Попы Прямо внедряют Эту мысль Поэтому Прихожане Делают то О чем Говорить даже Стыдно За грехи На которые Отлучает церковь На десятки лет А не так Сорок поклонов Назавтра опять Мне вот один пишет Мы с товарищем Пьем Гуляем Блудим Ну потом В воскресенье Идем Исповедуемся Причастимся А потом Опять неделю Гуляем И блудим Поэтому То есть Это плоды Которые высевает Осипова Вечного мучения Нет Вечного мучения Это крепкая узда Златоуз говорит Многие презрели бы Обещания вечных Благ Если были бы Свободны От наказания Ибо Страх боли Содействует Спасению Боли А мы Ребенку Говорят Ты хорошую Отметку Принесешь Ну там Пятерку Мать ему дает За пятерку Пятерку Где-то Нас так не учили Плохо учишься Тебя вздует Отец И все И ты уже знаешь Что отвечать Придется по-сыгански Ну у нас Это не было Но вообще-то Так что Вот учение Которое было У церкви А что Верить Что на земле Будет тысячелетнее Старство Хилиазм Это и Туртелиан Другие там Верили Церковь ничего Не приняла этого Нам православным Легко Мы ничего Не выдумываем Не надо спрашивать Как ты Сережа И ты Ваня Таня Понимаете Открыл Считаешь Так говорит Климент Римский О нем Павел ему Пишет послание Приветствия Так говорит Ириней Леонский Пожалуйста Климент Римский Климент Анкирский Анфимник Амедийский Златоуст Ян Крыштадский Серафим Саровский Вот так Вопрос можно Вопрос можно Ириней Леонский Верил в Тысячелетнее Царство Иустин Мученик Верил Тысячелетнее Царство Поликарп Верил Тысячелетнее Царство Иоанн Богослов Научил Папия Верить Тысячелетнее Царство Как понять как понять что царство есть царство она сейчас вот ведет так они верили нет они не так верили они верили в тысячелетнее царство на земле иисуса христа как понять вот так и понять началось тысячелетнее царство и мы царствуем если мы говорится и живем со христом мы царствуем вместе с ним только надо его встретить и принять и исполнить его слово которое евангелие все будем царствовать как наши святые все наши святые православные они царствуются христом то есть они победили грех с помощью божий и вот они у нас сейчас они царствовали ирине илеонский папий и другие 1 2 века христиане они верили в тысячелетнее царство телесное иисуса христа до земли в израиль в иерусалим как понять я добавлю я так насколько понял что вот половина отцов понимала так а половина такого в ранней церкви но потом на соборах все-таки на вселенских соборах это учение о тысячелетнем царстве она как бы не было одобрено как бы всею церкви но как бы есть такое понимание согласия отцов всех отцов и вот не нашло это согласию вселенской церкви и она не была одобрена и поэтому она и не не было принято отцы отцы до никейские отцы церкви верили тысячелетнее царство телесное на земле как понять почему изменения пришли после после никейские отцы и третьего четвертого веков почему они перешли на такую точку зрения хотя иреней лионский и устин мученик другие называли это еретизмом то что неверие в тысячелетнее царство на земле телесной почему почему перешли на другую точку зрения инатий тихонов давайте объясняет потому что то что я привел вам места писания 12 мест вы ни одного не приводите и там были люди знающие писание они увидели что заблуждение и отвергли его как совершенно неприемлемая он его связал согласно писания уже подтвердил где разрушил я до делала разрушил разговора нет еще этим царстве нигде в библии не написано ни одного слова кроме откровения откровения еще четыре века не принималась церковь не знали от от чего это настоящая книга или подделка какая но это место растолковывается только духовно тут один вопрос кто как понимал частное мнение по писанию сходится только так что он его связал не связал не надо нам или не упоминать никого это заблуждение тогда он не умер не умер за грехи людей не победил сатану вопрос снятый и церкви простудили так а почему так понимали под и диктом ария подписались а все и тогда вышел один диакон я как он вообще это сказать там младший лейтенант и он говорит ории вопрос можно задать тебе населенский собор он расскажи а кто тебя как всех судить будет он год христос а как он может судить если не равен богу тайны знает только бог и тогда все епископы которые подписали уже за ария мал одна домовая церковь была в константинополе стали играть дезавирую свою подпись один за другим вычеркнули и вот кто понимал как церковь не приняла это это его его мнение он за это ответит писание не знали они я говорю только в одной главе говорится что воскрешу в последний день евангелия тяна 6 глава 12 глава когда марфи говорит а вы ни одного места писания не приводите туда склоняйтесь а почему потому что не православный вас туда и заматывают все время ответ один только православный с радостью принимает то что церковь установила вам нужны нет никакой вот ответ весь но у нас есть священное писание последний день хорошо вот сегодня пятница скажите 4 часа утра вот вы встаете 440 до это пятница это пятница вот сейчас вот три часа дня это пятница и 20 часов вечера это пятница будет это последний день так солнце правда всходит когда сергей это вместо отошедших свата олега еще подосланные ты продолжай вести занятия он отверстие ничего не доказывает он начинает но он бесконечно будет сейчас путаться под ногами занять это у нас один час идет точно по программе а вторая вопрос один раз ответили вы на спор не нарывайтесь еретик значит так и скажи я еретик пришел вам путать все занятия ясно на тихо простите не но надо это сейчас закончится как принято не надо он уже сбил вас еще не раздавайте нам небезызвестны умысы сатаны аминь 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 проявление 14 глава 15 стих и вышел другой ангел из храма и воспитывал тонким голосом к сидящему на облаке пусть и серп твой и пожни потому что пришло время жатвы ибо жатва на земле созрела толкование ангельские силы взывают ко христу пусть и серп твой и пожни начни свой праведный суд раздели верных от неверных воздай каждому по делам его потому что пришло время жатвы ибо жатва на земле созрела когда колос созрел то он требует чтобы пожали и убрали в житель возведите очи ваши и посмотрите на нивы как они побелели и поспели жатвы в ангеле от ама 4 35 ангел взирая на все происходящее на земле да и получив видимо особое указание от бога видит что мир созрел все готово созрело человечество о своих созрело человечество своих грехах и беззакония это уже не младенческие грехи это зрелые плоды лукавого дальше некуда зрелый колос гнется к земле созрела и церковь божия в меру полного возраста христова я нам 4 13 небесным светом сияют мученики и подвижники последнего времени отсеяны все полуверные через хитогонений антихриста говорит небесные жених своей невесте церкви 5 ты прекрасно возлюбленная моя и пятна нет на тебе со мною сливана невеста со мною иди книга песня 4 7 и дух и невеста говорят и откровение 22 17 твоему небесному жениху взывает ангел пусть и серп твой и пожни жатва на земле созрела вопросы но раз созрела и христос во второе придет пришествие придет сжать то почему нам надо думать что она дальше будет еще тысячу лет дозревать что-то еще все созрела написано созрела надо убирать последний день все но мы же убираем и убираем все убрали мы же придем и раз созрела чего мы убрали дальше ничего нет плоды я эту законсервировали в банку то что сорняки сожгли соломы все теперь на следующий год это возможно вопрос последний день почему он именно для тех кто идет за христом последний день и тех и тех и тех и тех ну так давайте посмотрим писание вот смотрим шестая глава евангелия от иоанна на что ссылался игнатий тихонович давайте посмотрим о ком идет речь там значит шестая глава воля же пославшего меня отца есть та чтобы из того что он мне дал ничего не погубить но все то воскресить последний день что дал иисус христос говорит о своих последователях но никак не о тех кто не верит ему вы понимаете вы внимательно почитайте я согласен последний день но этот последний день начинается утром утром воскресенье а последний день это же это седьмой день день покоя для этой земли которая устала от войн от всякого оружия которое надо перековать и вот утром начинается рассвет воскресенье верных тысячи лет идет последний день идет что тут непонятного какие-то уходе не ли все вы повторяетесь уже там ключевое слово чтобы не погибли вот и все остальные все погибнут в этот последний день больше не надо ни о чем толковать как это только об одних обо всех потому что рыбу отсеяли плохое выбросили вон ангелы а это собрали в корзины выбросили вон значит во тьму внешнюю брат ему этому прошедшему тексту я хотел вот остановиться нам на мучениках и праведине вот написано небесным светом сеют мученики и подвижники последнего времени отсеянные все полуверные через сито гонений антихриста то есть нам вот недавно тут оказываешь будет незримо тайно чипировать и верные но те кто на каучи падет это знак там или там как они это начертание они становятся неверными христу здесь конкретно говорится через гонения антихриста верующий и вдруг на тебя палатом что-то невидимое ты стал неверующим с чего это будет будут осложнения очень сильные для людей верующих эти осложнения будут через физические боли через гонения до смерти об этом вот тут вот здесь вот и говорится полуверные отсеются все у меня ну ты немножко прерывался мысли понятно отсеются полуверные когда будут гонения я повторюсь чтобы когда его никому не я понял я одно резюме унесу вот но связь плохая связь плохая пишите в чате подайте мы прошли эти гонения у нас в детстве было это гонение в юности было мы знаем что это такое поэтому для нас это не секрет книга откровение 14 глава 16 стих и поверх сидящий на облаке серп свой на землю и земля была пожата толкование видел это и древний пророк и аиль цитирую я вас сяду чтобы судить все народы отовсюду пуститель сделай серпы ибо жатва созрела близок тень господень к долине суда 3 глава 12 14 стих и поверк сидящий на облаке то есть христос ибо отец весь суд отдал сыну в ангеле от ана 5 22 серп свой роман малыш это включи микрофон пока серп свой на землю и земля была пожата серп страшного суда повергнут на землю жнецы ангелы матфея 13 глава 39 и 43 стихи приступили к совершению жатвы собраны праведные отделены беззаконные и земля была пожата тоже я так понимаю смысл вся земля пожата колосья сжали и сорняки сжали ну что колосья сорняки остались что ли давай колосья с ними сорняки оставим нет ведь останьте все до жатвы во время жатвы собирается урожай весь и праведный и неправедный и все в последний день а вы учите что только церковь будет восхищена а потом эти сорняки неверные еще тысячу лет будут со христом бред какой-то сереж тут написано судить все народы собраны все то есть все одновременно будут судимы со всех сторон и потом уже будет понятно что праведные на суд не приходят хотя они явятся туда судилище будет христово но судить будут неправедных а праведные будут как свидетели и все будет одновременно одни пойдут на небо другие в ад все друг друга будут видеть при этом и знать да а эритики утверждают что в последний день они в ад не пойдут и этим обращают других эритиков то есть последний день это еще не последний это нам еще господь тысячу лет даст погрешить тут ерит пораспространять пораспространять не выйдет все конец кончина мира последний день владимир двадцатую двадцать первую главы хорошо прочитайте там тоже разъясняется многое я уже читал откровение да не вмещается человек вне церкви как может вместиться гордыня обуяла еще и не принимается дело в том что Иисус Христос я вам слова не давал подождите Владимирского класса полчаса потом принять сейчас идет занятие не перебивайте и роман тоже малыш такие правила все с этим кто не согласен будет отвечать последний пост сейчас мы идем по писанию не перебивайте по сущим и вопросы по сущим откровение 14 глава 17 стих и другой ангел вышел из храма находящегося на небе также с острым серпом толкование этот ангел но подобно христу сыну человеческому 14 стихе имеет острый серп но в отличии от христа первое он не восседает на облаке а выходит из небесного храма как служебный ангел весть второе он не назван сыном человеческим а просто ангелом третье глава его не увенчана золотым венцом выражающим царское достоинство итак это служебный ангел может быть верховный над теми ангелами жнецами о которых говорит христов что они будут им посланы в кончину века совершить жатву то есть собрать из царства его креста все соблазны и делающие беззаконие и вернуть их в печь огненную евангелие от матфея 13 глава 39 42 стихи вопросы зачем тут еще ангел то есть у христа серв и у ангела серв и там дальше сейчас мы будем считать еще и иной ангел так и там сергей там вот написано что уже состоялась жатва он же как бы пожал а ангел то другой выходит после жатвы ну почему время пришло ибо жатва созрела дальше и земля была пожата написано точка после этого 17 идет и другой ангел вышел из храма с острым серпом то есть земля то уже пожата была ну можно понимать что уже была пожата и другой ангел то есть он параллельно как бы видит видение точка точка он у него этих точек может быть в одном видении они могут быть одно раньше другое позже тоже было сказано что и видел я сатану сброшенного неба с неба можно как понимать то есть он сброшенный а может еще и не сброшенный и когда это не суть важно я понял это не суть важно они выполняли одну работу в смысле будут выполнять то ли они одну работу выполняют то ли как после жатва а зачем сердце предложат вывести смысл какой это мангелы все там стоит что дожатый узнаем нет никакого смысла иная и откровение 14 глава либо жнецы плохие или что ну как можно пожать вы же представляете пшеницу невозможно сорняки пожать а пшеницу оставить и пшеницу невозможно без сорняков пожать все комбайн скашивает под одно нет я не про это говорю я говорю что один уже как бы пожал все а тут как бы написано а тут после этого после как пожал еще выходит я не про это говорю то есть понятно вот и вопрос для чего он выходит да 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 для чего другой выходит еще в помощь к первому получается что работы там много потому что до этого было что жатвы там много вот ну давай еще 18 стих прочитаем там тоже посерп и еще третий ангел то есть не третий а второй то есть третий по счету как бы со Христом то есть иной давай прочтем потом порассуждаем еще над жатвой и кончиной 18 стих откровение 14 глава иной ангел имеющий власть над огнем вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп говоря пусть и острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле потому что созрели на нем ягоды толкование теперь и он видит еще иного ангела имеющего власть над огнем мы уже ранее говорили что как отдельные люди народы так и стихии имеют своих ангелов вся жизнь мира вся жизнь мира имеет еще как бы свою иную невидимую сторону все события этого мира и даже естественные явления природы тесно связаны с событиями невидимого мира ангелов так 4 стихи нашего мира земля вода огонь и воздух имеют своих ангелов 4 глава 7 стих и 7 глава 1 стих откровение мы читаем о духе тверди 3 езды 6.41 или ангелы земли об ангеле вод 16 глава 5 стих об ангелах воздуха держащих ветры земли 1 глава 1 стих и здесь видим ангела имеющего власть над огнем 14 глава 18 стих который сейчас читать так что не только в исторических событиях но и в естественных явлениях природы которые вокруг нас происходят мы должны видеть отражение каких-то событий в ангельских мирах подули ветры где-то землетрясения где-то воды вышли из берегов и затопили окрест 1 огонь вспыхнул все это совершается через ангелы вода пробивает путь сквозь камни ветры раздувают пожар это все ангелы борются и действуют физика химия только описывают явления природы их таинственную сущность и смысл объясняет богословие физика отвечает только на вопрос как богословие на вопрос почему и зачем и вот этот ангел огня вышел от жертвы это не золотой жертвенник святилища ибо из храма вышел не тот ангел а первый серпом стих 17 тому же здесь и нет прилагательного золотой 8 глава 3 5 стих здесь имеется в виду безусловно медный жертвенник всесожжений стоявший во дворе храма 8 глава 3 5 стих мы имеем право на такие заключения так как земной храм был построен по образу небесного исход 25 89 и 26 30 под этим жертвенникам на небесах опияли души убиенных об отмщении за их кровь 6 глава 9 10 стих как бы в ответ на эти молитвы от этого жертвенника ангел огня взывает к ангелу имеющему острый серп чтобы произвести суд над нечестивыми жителями земли с великим криком воскликнул ангел огня имеющему острый серп если в картине жатвы ангел воскликнул громким голосом стих 15 то здесь с великим криком настолько невыносимо стало беззаконие нечестия жителей земли созревших жатвы поэтому попиют к жнецу пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле потому что созрели на нем ягоды гроздья винограда это нечестивые и беззаконные наполняющие своими грехами чашу гнева божия вином ярость христос называл своих верных чад виноградными ветвями лозы который является он сам книга евангелия т.а.н. 15.5 здесь же тайно зритель видит те виноградные ветви о которых господь сказал кто не прибудет во мне извернется вон как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают евангелие от иоанна 15 глава 6 стих что это за ветви на сегодняшний день кто не привит к лозе нечестивые и беззаконные наполняющие своими грехами чашу гнева божия жатва пшеницы и жатва винограда проходит не в одно время между ними некоторое расстояние по времени соответственно жатва пшеницы произошла это пожатый верный а приходит время некоторое время и какое время жнется уже виноград и здесь правильно подмечено это нечестивые и неверные вот и все и что выдумывать то есть вы настаиваете на том что сначала церковь восхищена будет естественно наступит тысячелетнее царство христа так на земле нечестивыми христос будет на земле в своем уме нечестивые которые находятся во прахе которые прошли свою жизнь не веря господу не были ни христос с ними тысячу лет будет здесь на земле жить нечестивыми для чего для того чтобы наступил день покоя для земли для того чтобы перековали мечи на орала копья на серпы для того чтобы показать что день покоя может быть даже для этой земли которая сотворена для жизни для покоя но из-за греха человека то есть вот этих вот грешников господь не осудит а перекурет из нечестивых всех все сделки все 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 спасут они еще не воскрешены будут там же написано но 20 глава ж ясно говорит что эти не воскресну эти не воскресну но и кроме всего прочего я хочу чуть чуть сказать коль уже в толковании было замечено уже и где написано что грешники не воскресну давайте ну давайте сейчас я давайте откройте все воскреснут все общее воскресенье оно так и называется все общее как они не воскресну значит 20 глава откровения 4 стих и увидел я престолы сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство иисуса и за слово божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли на черта не начала начала свои и на руку свою они ожили и царствовали со христом тысячу лет прочие же из умерших не ожили да коли не окончится тысяча лет это первое воскресенье вот ответ не ожили да они не воскресли не ожили ожили и воскресли это разные вещи ну да согласны ожили это значит на земле ты был мертв и ожил пропадал и нашелся глудный сын он не умирал но его называет христос мертвым мертвым и мертвые по преступлениям не о воскресенье здесь речь идет о духовном воскресенье о первом а вы его со вторым воскресеньем спутали владимир нет здесь очень четко об этом говорится и четко ожили а вы говорите воскресли народ заблуждение не вводите серёжа серёж тут сказать тут один за другим сейчас ты вот читаешь и тут говорится именно все общем воскресенье а вот человек этот который к нам пришел вот он конкретно занимается только своей пропагандой сектантство которую мы уже неоднократно слышали просто он еще не знает того что мы уже с ними сталкивались и он нам опять уже толдычит на миллионный раз зачем нам нам вталкивать то что вы во что вы уже веруете веруйте вот так вот и все и и пропадайте с антихристом сатаною в озере огненным а мы будем со святыми отцами вот то будем внимать тому что здесь написано наше дело сейчас спасаться они заниматься ваш баснями пьяных и бреднем пьяных старух чем занимаетесь сектанты можно дальше можно еще один вопрос нет пока нельзя давайте еще позанимаемся потом в конце наберитесь терпения потом в конце так откровение 14 глава 19 стих и поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева божия толкование кончился день благодать ангелы божии собрали из царства его все соблазны и делающих беззакония евангелия от мотфея 13 глава 41 эти негодные виноградные ветви ангел жнец бросил в великое точило гнева божия в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его в ангелии от мотфея 25 41 так и андрей кисарийский под точилом гнева божия разумеет место наказания уготованное дьяволу и ангелом его воистину страшно пасть руки бога живого евреям 10 31 вопрос ну и тут больше ответ наверное как раз вот все нечестивые в озере огненном кто там будет жить тысячи лет на земле все всех собрали и бросили верные смотрят на небесах и радуются со христом и славят его все конец ничего нет земля свернулась как свиток и небо земля сгорела откровение 14 глава 20 стих и истоптанные ягоды вточили за городом и потекла кровь и сточила даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий ужас толкование как это видели и пророки исайя цитирую кто это идет а ты дома червленных ризах отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя как у топтавшего в точиле цитирую я топтал точила один и из народов никого не было со мною и я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей кровь их брызгала на ризы мои и я запятнал все одеяние свое ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал 53 глава 1 4 стих и аид цитирую я вас сяду чтобы судить все народы отоссюду пустите в дело серпы ибо жатва созрела идите спуститесь ибо точила полно и подточили переливаются потому что злоба их велика толпы толпы в долине суда ибо близок день господень к долине суда 3 глава 12 и 14 стих и истоптанные ягоды вточили за городом так оно было и буквально в древнем Иерусалиме виноградные точила помещались за городом так оно будет и в вечность город это небесный Иерусалим а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители и всякие любящие и делающие неправду 22 глава 15 стих все небесного города праведных будет вне сережа да 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 благодарю вне небесного города праведных будет великая точила гнева боже вместо простите вместо осуждения нечестивых далее цитата ибо не оставит господь жезла нечестивых над жеребием праведных столом 124 3 некогда цитирую иисус дабы осветить людей кровью своей пострадал вне врат евреям 13 12 дневного Иерусалим там вне города на Голгофском храме был установлен крест в холме что на Голгофском холме в холме да а ты храме был установлен крест великая точила гнева божия там излилась чаша вина ярости божией на непорочного агни там была обрезана и стоптанная истинная виноградная лоза евангелия это она там потекла причистая кровь источила чтобы залить собой всю вселенную и омыть ее там потекло вино новое в ангелии от марка 14 25 о котором сказал господь что будет пить его с учениками во сарстве своем теперь все иначе вот агнец стоит на горе сионе в небесном граде а вне его гиене в великом точиле гнева божия попираются нечестивые и льется кровь никому не нужная кровь наказание за грехи и отвержение сына божия не омывшиеся кровью христовой будут утопать своей собственной кровь источила это виноградный сок вино выдавленное из грозди в лютых сражениях кони ходят по упоенной кровью земле но невозможно себе представить изображенное здесь кровь источила заливает все пространство достигая даже до уст конских в виде коней писание изображает наказующих ангелов далее цитата разве на реки воспылал господи гнев твой разве на реки негодование твое или на море ярость твоя что ты сошел на коней твоих на колеснице твои спасительные во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы рока вакуум 3 глава 8 12 то что кровь источила достигла даже до уст конских означает с одной стороны что давшиеся в чувственные наслаждения сделали неистовыми конями которых не удержишь ничем поэтому удержан они будут как за усту только вечными мучениями второе достижение крови источила до уст конских означает также безмерность гиенских мучений но кровь точила не захлестнет головой а только до уст мучения не уничтожат грешника и через то не прекратятся третье с другой стороны если под конями разуметь наказующих ангелов то узда это божественное определение которым управляются ангелы ангелы не могут сделать ничего сверх того что им определено богом и мучения грешников доходят до этой узды до определения божьего так как больших мучений они уже стерпеть не смогут да и эти невыносимы далее на 1600 стадий символическое значение этого числа может быть истолковано по-разному например 1000 означает множество зла в священном писании часто означает просто множество чего-то Бытие 24-60 Исход 26 Разыконе 1.11 Псалом 89.5 90 Псалом 7 стих 118 Псалом 72 стих 600 это 6 умноженное на 100 означает усердное делание зла через злоупотребление тварью 6 дней сотворенную так объясняет Андрей Китарис 6 дней творился мир и вот сотворенное в каждый день как бы ста кратно злоупотреблено на грех по множеству грехов будет и тяжесть наказания вспомним так же что и водный потоп погубил мир на 600 году жизни ноя и маглова 6 стих так и здесь все происходит как бы в 600 лето не водный а огненный потоп погубит вселенную цитата тогдашний мир погиб быв потоплен водою а нынешние небеса и земля сберегаются огню в день суда и погибели нечестивых человеков 2 Петра 3 глава 6 стих как Христос пришел не водою только но водою и кровью так и мир претерпит не только потопление водой но и кровью кровь достигает даже до уст он можно иначе растолковать 1600 это 40 умноженное на 40 40 дней есть время поста и покаяния желавшие нести пост и покаяния за свои грехи сугубо понесут за них наказание ибо виновные не столько в грехе но и вне раскаянности за него книга чисел 14 34 книга судей 13 1 или же так 1600 это 4 умноженное на 4 умноженное на 100 4 число сторон света 100 число полноты множество таким образом где бы ни были нечистивые со всех сторон света они будут найдены и понесут полное и должное воздаяние иначе же стих 19 20 можно еще разуметь как указание на судный день тогда под местом за городом стих 20 можно буквально разуметь долину Иосафата на которой по пророчеству Иоиля 3 глава 2 4 стих произойдет суд над народами где уничтожено будет нечестие воинство и кровь его нечестивое воинство нечестивое воинство да 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 где уничтожено будет нечестивое воинство и кровь его потечет по всему пространству Палестины которая действительно измерялась позднейшими иудеями 1600 стадий вопросы можно задать вопрос можно скажите ну это уже как бы после окончания значит вот этой главы правильно уже можно любые вопросы задавать так нет или только поэтому по времени мы вот начали заниматься во сколько сереж сереж но уже можно задавать потому что час прошел уже 10 минут 20 минут а сквозь теперь можно задавать вопросы любые хорошо нет но сначала если у кого есть вопросы по вот этому стиху есть нет тогда можно теперь любые задавать значит у меня такой вопрос в евангелии от матфея 25 главе сказано о том что иисус христос явится и воссядет на престоле славы затем во втором послании коринфянам 5 главе 10 стих сказано ибо всем нам надлежит явиться на судилище христово и наконец в 20 той же главе вот откровения сказано о белом престоле это разные суды или один и тот же суд вот такой вопрос хорошо поделиться конец еще вопрос а а еще еще один тогда вопрос вот души под жертвенником так они взывают «Доколе не мстишь за нас?» Ну, я скажу, надо точнее прочитать. Шестая глава. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнили число. Значит, вопрос такого порядка. Дело в том, что они кричат, «Доколе не мстишь за кровь нашу?» Кто же всё-таки эти люди? Таких вопросов по откровению у людей, которые не в церкви, не имеют связи. Они лишён благодати прозрения. У них миллион вопросов. Вы возьмите третий том у нас на моём сайте, я вам скидывал данные, и просчитайте всё. Одно и то же мы десятки раз повторяем, а настоите и настоём. А почему? Писание говорит, «Яридика после первого, второго разума не отвращайся, ибо он грешит, будучи самоосужден». Я говорю, вы не верите. Больше мне запрет говорит. Я вам уже на эти вопросы отвечал. Всё. Откройте там, его увидите. Кто говорит, по какой причине, является ли это ненавистью, подробно всё описано. Ещё мы начинаем опять с первого класса проходить. Опоздали. Вы ответьте, почему бороду бреете? Один вопрос. Ну, это вопрос, я думаю, что не совсем по существу. Вот у меня ещё один вопрос есть. Нет, подождите. По существу любой можно задавать. Просто, зачем еретики бреют бороды, носят галстуки масонские? Зачем? Неужели это ничего не говорит? Ну, мы видим, где у баптистов, везде самые молодые парни, все. Если галстука нет, обязательно, чтобы растёгнут был устав масонов. Кто их изобрёл, эти секты-то? Вы отсюда начните говорить. Тогда ваши вопросы, они не нужны будут даже. А вот там ночь, а мы встаём во сколько? Написано в последний день. А это не имеет значения, ночь или день. В Америке люди были, но все знают, 1 сентября началась Вторая мировая война. Ну, там напали они в 3 часа ночи. Не имеет значения, последний день мира. А это хотя бы и ночью было. Вот смотрим в Википедии, про какого-то человека пишут. Он жил и умер такого-то. Уже дальше часы не нужно. Такого. Одну минуту он захватил, две или нет, ночью или днём. Число, где он жил, это число распространяется на все континенты. Ну, тут-то уже толковать нечего. Последний день, последний день мира. И перед Христом развернутая панорама. Всё кончилось. Последний мирный день, 22 июня. А на Востоке-то была ночь, не имеет значения. Последний день, 22 июня. Ну, один раз услышали, но на вас это не действует никак. Вот вы начинаете где-то выворачивать простые слова. Это сатана делает. Всё это объяснено. Еретика очень просто узнать. Первое, самое первое, что у него. Иконы, есть идолы. Их не вышибешь из этого. Дальше. Церковь любой, двое-трое собрались, там и церковь. То есть ни рукоположения, ни исповеди, ни прощения грехов нету. И поэтому всё закрыто. Далее. Что у них не так, можно узнать. Тысячелетнее царство. Абсолютно у всех неправильно. Ни одной ереси нету, которая понимала бы правильно. Они лишены благодати и разумения. Им не даётся дух мудрости. Они отвергли всю церковь, которая была. Да вы посмотрите, кто положил в начало реформации? Лютер. Кто он такой? Монах. Перед кем давал обещания? Ну, неужели непонятно, что человек перед Богом давал? Размонашился. Он совратил монашку, нажил шесть ребятишек. И он для них самый главный руководитель. За кем идёте-то? Куда идёте? Ну, маленько остановитесь, сотвори пост, сотвори крестное знамение. И скажи, отойди, сатана, от этой мысли, которую он даёт. Я уже на все вопросы это отвечал. Вы просто пожалеете сами себя. Ну, зачем срамиться? Ваше дело, говорит, что слушать и молчать. И может что-то откроется. Вот у меня сейчас пишет один из Америки. Якубчук. Леонтий. Во сне ему голос был искать меня. Он меня нашёл. Я встал, говорит, стал искать. Во сне. Он из пятидесятиков третьем поколении. Я за это не рущаюсь там. Как? От Бога, не от Бога. Но теперь он всё принимает. Я, говорит, понял, какая сила в Иисусовой молитве. И вот братья спрашивают, а где ты нашёл этого человека? На меня говорят, Бог открыл. Во мне открыто для него наступил момент. Он сразу же стал вникать. Православное, вижу, наши тут, тут, везде ошибаются. Бог открыл ему. Просит молитвы. Это не... Человеку это не сделать. Вот только что сейчас ко мне заходят еретики. Конца края нет каких-то. Все разные. Друг друга не признают. Вот сейчас зашёл один хороший человек, православный. И говорит, подошла к нему женщина. И говорит, у меня, говорит, сестра потерялась. Потерялась сестра родная. И теперь только узнали, что она находится где-то, видимо, на Украине. Там эта зараза главная вся. Дыра в преисподнюю. Все еретики там. И она попала в экзотическую секту. Что ей сказать? Сестре. Я им ответил. В первую очередь помолиться. Ты только начал говорить, я сразу углубляюсь в молитву. Скажи, через месяц встретимся, поговорим. Если тебе Бог не откроет, значит, три месяца. А я иногда сегодня, значит, не по адресу пришла. Я не пророк, не прозорливый. Я православный. И поэтому, вопреки учения церкви, как я могу пойти? Если человек на исповеди не бывает, у него нет прощения, грехов. Он в грязках, в паутине. Комар застрял. Кому простить и проститься. Церковь-то не в церкви человек-то. И он в обиду-то принимает. А какой конфессии, какой динаминации. Этими словами сатана прикрыл слово ересь. Там ересь под этими словами. Встречаясь с такими, ты спроси, а какой ты ереси относишься? Вот тут к Ариане. Дальше кто там? Нестариане. По порядку все. У кого не было священства, у них было название безголовое. То есть священник глава, а там нет никакого безголового. Они уже тогда были. Но потом заглохло. Вот один раз услышал, ну зачем позориться? Взрослый человек. Уничтожь бритву. Даже на это вас не хватает. Сейчас идет пост. Если брат соблазняется, не буду есть мясо вовек. Еще у меня ни один стихтант не согласился с этим. Я говорю, ну вы знаете, живете в православной стране. Сейчас великий пост. Страстная неделя, последняя. Ну можешь ты мясо не есть. Живешь со православным рядом. А чего ради я буду? То есть они не понимают ничего. Павел говорит, не буду есть вовек. Я повторяю, что за 55 лет мне ни одного еретика не встретилось, который бы это понял. Почему? Утроба земное. Только здесь ждут. И смотришь, такие жирные, прям не в проворот. Зачем вам это? Без страха уточняют себя. Апостол Луда говорит. Пришел, пришел послушать. Нет, надо свою заразу куда-то толкать. За это еще придется отвечать. Но тут вам ничего нет. Это православный ресурс. Православный чад. Люди занимаются. Пришел, послушал. С первого раза, с первой минуты уже начинаете вливать яд людям. Зачем это нужно? Сто процентное заблуждение, говорите. Уже по всем статьям по этим с вами прошлись. Последний день, а там ночь. Даже говорить не о чем-то. Для Бога последний день мировой истории. День там был или ночь, все это день. Он осветил. Все, вопрос снятый. Нет еще дальше. Но спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Два раза ответили. Принял, поблагодарил Бога. А этого нету. Ирине Леонский, Фапий. Все-таки они оставались на такой позиции. Я тоже на такой же позиции. Так в чем я, еретик? Вот расскажи. В том, что вы не в церкви, в первую очередь. Вы восстали против церкви. Вы хулители Духа Святого. Вот почему. Они были в церкви. Имели свое мнение. Церковь его не приняла. Вы в церкви не были, может быть, ни одного дня. Не исполняете постов. Ничего нету. Совершенно. На литургии вы не бываете. Пресчищать все у вас нету. А где, говорит, нет причастия, нет жизни, Христос говорит. А что они так? Да вы можете правильно брать. Но церковь не приняла это. Раз не приняла, еретик сразу там, что выбросила церковь, а вы туда лезете, как нападаль на какую. Почему вы не принимаете то, что церковь приняла? Духа, который четко и ясно обосновывает свое учение. Нет, именно туда нашел папи, Рапольского нашел там. А почему остальное у него не берете? Он был в церкви, был епископ. Но вы-то никто. Ну вы дальше-то рассуждаете. Нельзя так. За одно слово. Патриарх сказал одно слово. Сейчас его гвоздят со всех сторон. Он сказал правильно. Наше племя было полудикари. А эти, которые родноверцы, они сейчас нападают на него. Люди, которые ничего не понимают. Наш Патриарх встретился там с Франциском. Ну и что? А вот теперь два беса встретились. Вот какой ответ дает. Совершенно люди не думают о суде Божьем. А что он сделал не так? Уже все предано. Православие-то, говорит, не нюхали даже. И крестят неправильно. И раньше 30 лет, рукополагают. У православных-то огромная беда. Но у нас есть возврат. Я на корабле. На корабле бывает там. Ракушки пристают. И ход замедляется. Но он в церкви. Вне церкви нет спасения. Нет спасения. Вот это вы повторите. Вне церкви нет спасения. Откуда известно? Деяние 2.47. И весь сказ тогда. Вы что, что вас касается? Души вашей. Почему не бываете на исповеди? Почему? Я бываю. Не бываете вы? Вы еретики. Себе звание. Почему называется не пастырь, а пастор? Вы даже этот вопрос не ответите. Господь через одну букву показывает рога и хвост. Какие они пастыри? Это наследники Дофана, Верона и Корея. Число 16 глава. Там ничего нету. Баптисты уже есть. Зачем адвентисты возникают? Зачем 21 тысяча разных направлений ереси? Заходят у нас сейчас в Барнауле кто? Новая жизнь. Дальше апостольские христиане. Все еретики. Но друг друга совершенно не признают. Тут просто понятно. Сатана разделяет и властвует. Один раз услышал. Не о победе же мы говорим. Мы собираемся для того, чтобы запомнить, как ущет нас церковь. А не что, что приставший сбоку еретик будет нам вливать. Это не надо. Не надо восхищать это право. Не считали, не знаете. Я говорю, на нашем сайте все эти тома находятся. Кроме того, сейчас у меня все это сделали в видео. Прямо на нашем видеоканале. Сама страница листается. Уже поставили. Вчера последний дом поставил. Трехтомник. Полное толкование. Другого нет. Можно еще чуть-чуть сказать? Сначала спроси, Сергей, разрешение и есть ли нет другие вопросы. Я же не вылажу. Давайте я буду отвечать. Меня вызывают. Я сижу, молчу. Мне сказали выйти. Я вызвал. А чтобы я пришел. Вот мы здесь были у баптистов ходили. Ходим год, два, три. У них четыре собрания. Четыре собрания. Мы в неделю. Мы ни разу не пропускаем. И ни разу ни одного слова не сказали. Сидим от начала до конца. А они придут в православную церковь. Через пять минут уже вот так крутятся. Крутятся. А что так долго? Они не могут. Вот молодежь баптистская. Меня спрашивают. Скажите, а вот 10 дев, как это толкует? Я говорю, Иоанн Златоуст толкует так. Восьмой том. Створение его. Они ко мне зашли. Я начинаю считать. Еще не прошло 10 минут. Как один. Они вот так вот трепещут. Ну а где он скажет об этом? Ересь слушает годами. А здесь полчаса у них не вмещается. Почему? Истина. Истина. Они вообще не соображают и не знают ни одного местописания. Я говорю, скажите, вы верите, что четыре евангелиста? Евангелие. Ну так написано. А кто отобрал? Их было 20. Они ничего не знают. Православная церковь. Православная церковь сохранила, составила канон. Будьте благодарны. А кто перевел? Они не знают. Ни Герасима Петровича Павского. Ни Хольсона Данила Аврамовича. Они не знают, что четыре духовные академии переводили. Что русский перевод синодальный самый лучший в мире за всю историю. Они ничего не знают. И наконец долбили, долбили и стали исповедовать их молодежь. Ахнули. До брачной связи живут, блудят. И ничего не знали. Братья не замечали. Но только вели покаяние. Сразу выявилось. Вот что. Должна быть исповедь. Человек открывает душу. А кому исповедуется, слово не должен вымолвить нигде. Мы все время среди сектантов. Нам есть что видеть. Хорошие люди, прекрасные семьянины. Но они вне церкви. Хороших в воду там очень много. Услышал? Принял? Да вы же обдумать-то не успеваете. Я вам привожу место за местом. Вот в Новосибирске назначили встречу о тысячелетнем царстве. Ну, получилось так, что меня вызвали. Они приводят четыре места. Четыре. Но они никаких там и рапольских, никого не признают. Договорились только говорить по Библии. Я им на память привожу 72 места Писания. И не одно место. Допустим, я говорю, там 4 стиха. Это заодно считается. 72. Вот мы беседуем в одной комнате собрались. Беседуем в полпятого заканчиваем. Все до одного приняли истину. Все до одного. А как же наши братья учили? Приспитер говорит. Гридин. Владимир. Что, надрали нам задницу-то? Они сидят, все записывали. И все. Православные, если его проповедовали, говорили, сектантов бы и не было. Зачем они нужны-то? И они бродят там, говорят, по чужой блевотине. А сказал такой-то. Сказал там Кригер, Каргель. Ну зачем? А так истолковал. Там начинает Билли Грейм. Он уже на том суде Божьем. В церкви надо быть. Церковь это дом. Возьмите, вот Питер, Гвилки, с возвращения домой. 2000 сектантов пришли. Православие. Они, знаете, разбили одни по литургии, другие по Божьей Матери в течение года. По библиотекам. Потом собрались и увидели во всем неправы. И приняли православие. Греческую православную церковь. Вот как надо делать. А вы только слышите. И против-против. Еще голова-то не решето. У праведника, говорит, это как океан. А у грешника как бурдюк с водой. Уже лопается. Услышал, скорее записал. Молчи пока до дому. Проверь все места. Помолись об этом. А здесь ничего нету. Обычная сектантская занудливость. Ну и Слово Божие, которое изучается. Так, все, я сказал. Изучайте, извращайте. Вы не изучайте, извращайте. Еще письмите, что называется. Так, Сережа, спроси, у кого есть вопросы. Тут не кончат. Он только будет путаться. Ответили. Все, больше два. Второе, третье, отвращайся. Уже отвратился. Ну и на этом, скажи. Много сказали сегодня. Запишите. Я показал вам книги, где находятся. Так, вопросы по писанию. По жизни. Любой вопрос можно задавать. По жизни можно сказать. Вопрос можно у меня? Так, там скажите, кто-то заходит, еретик, чтобы он не вылазил больше. Вопрос отвечен, все. То есть я не должен грешить. Говори, Евгений. По Новому году вопрос. Новый год, я так понимаю, никак не праздновать нам. Так, зайди на наш форум, Женя, на наш форум и заряди Новый год. И ты увидишь, когда он возник, что это означает. Вот Новый год. Мусульмане не справляют. И один чемпион мира по боксу в Англии поставил елку и выставил в интернет. Его сразу объявили вне мусульманства. Он мусульманин. Мусульманин, кажется, пакистанского произношения. Сразу приговор смерти всем родственникам его. В Киргизии надумал парень оборониться в Деда Мороза пойти-то. Его сразу в подъезды зарезали. Все, кончилось, ни одного нету. Издевались там на Мухаммадом. Где? Выставили часовых во Франции, там, библиотека какая-то, редакция какая. Все, пришли, часовых убили, их всех расстреляли, больше нигде нету. Ну, с нами-то так, нам не поверено так. Мы можем только молиться и отвращаться. Но вот перед нами люди есть, которые умеют защищать свои интересы. А то мусульмане, так и я был у них, с мулами беседовал, у них дома ночевал. И пил, и ел. И скажу, это меч Божий пришел за то, что не проповедовали. Это кара Божья. Так, повтори, что у тебя за вопрос? По Ряду Морозу? Ну, вот я ответил. Подробности на нашем форуме. Зайди там, поисковик по общему, общий поиск. Ниже Храма Христа Спасителя, там такая бордовая линия. Там все, и там про елку, и про все эти атрибуты, да, новогодние? Там все, и про елки. А их все, и в церкви ставят, и идолы. Деревьями написано, ветвями деревья украшать. Но не деревья украшать, деревья только срубали. Возьми там этот, где он ночью стал, рощи были поклонялись. Их струбили, некому поклоняться. Все это язычество, притом дикое. Так, вопросы. Мир вам, братья. Сергей, можно? Это Роман Фроликов. Да, я вижу тебя. Я не пойму, вопрос сейчас задам. Почему? Вот я вижу только Серегина, Марина. Ее видно, она живая, шевелится. Женя подошел вот сейчас. А почему вы? У вас только одни фотокарточки-то. А, ну вот, я включил. Так, ну еще то ли прячет, то ли я не пойму. Я вижу твои эмоции, глаза. Слушай, Роман, говори. А понятно по поводу празднования для христиан. А как вот относиться к родственникам и близким, которые празднуют и обижаются, если ты не подходишь к столу, там их не поздравляешь. Я не поздравляю их снова. Они меня поздравляют, я им говорю, спаси Христос. Вот так. Как к ним относиться? То есть подходить к столу не надо. Роман, я понял, не трать время. У меня тоже много родственников, но никто не поздравляет. Как вы себя поставили? Я прихожу домой, а наша деревня-то там, по Теряевке была. Ну, я же не вижу, я подхожу и мимо по двору прошел, а в окно меня видать. Я сначала на пасеку захожу. А там сидят в избе мужики, курят, выпивают с братом, пьют. И кто-то в окно увидел и закричал, Игнатий приехал. Они как бросились из избы. Я захожу, дым, никого нигде нет. Александр Невский говорил, вид воина должен внушать ужас супостату. Как Иисус на вин шел, кто-то явился ему, он сразу замещ, ты наш будешь или супостатов? Я ангел Господень, место сие свято, с ними обувь. Все понятно. Чего с ними нежитесь? Они скажут. Да, это их мнение, еретиков вот эти, это что означает? Пис комара, жужжание жука, каркани вороны, святой Иоанн Златоуст. Их и слушать не надо, там ничего нету. Одно заблуждение. Зачем тебе, говорит, наслаждаться щурой блевотиной? Все столы наполнены отвратительной блевотиной, что это еретики. Они слово еретики никак не упоминают нигде. Какое возникновение, а какая разница? Почему я подписываюсь православной? Кто-то ко мне заходит и везде христианин. Я уже знаю, христианин это еретик. Для слова христианина, Ян Златоуст говорит, некоторые недоросли. Это только звук, вводящий других в заблуждение. Православный, все щетко. Мы же не скрываем, мы православные, РПЦЗ, относимся, у нас хорошее отношение с московским патриархатом, митрополит приезжает. Все в интернете выставляем, а здесь аватар, ник, то есть все скрывается. Скрывается еще темная полоса. Зачем празднику скрывать? Открой лицо. Я говорю с человеком, в друзьях, которые в темных очках, не принимаю. Если какой-то там рисунок, я ему сказал, поставь свое, нет, значит сразу вычеркнул, на этом конец. Я за один день только полторы тысячи выкинул их. Так, вот так я на вопрос вам ответил. Никак. Но такое видео уже о рассказе идет. Идет православное, а на встречу в Казани татарин. Ну а знакомый на работе. Он говорит, Христос воскрес. Ай, Христос молодца. Молодца. Вот и все. Он не обругал никак, ну вообще молодца и все. Можно ответить на Женин вопрос. Мне. Вам нельзя отвечать. Уже сказали, не вы отвечаете. Вас никто не вызывал. Сидите спокойно. У меня вызвали, я каждые полчаса отвечаю. Больше ни слова не говорите. Попытайтесь удержать. Говори, Женин. Еще вопрос. Непонятен мне вопрос, какая дата Рождества более правильная. 7 января или 25 января. Потому что есть часть православных церквей, которые пришли на 25 декабря. Вот мне непонятен вопрос. Здесь у нас Иерусалимский патриархат 7 января, как русская православная церковь отмечает. Мне этот вопрос непонятен. Ну хорошо, я тебе отвечу и ты поймешь. Которая по 25, это Юлиановский календарь. Кто такой Юлиан? Цезарь Рима. Язычник. Но нашли 13 дней. Ошибочные. Уже надо прибавлять. Понятно? Это очень сложная система. Как земля вращается вокруг земли. И насколько... Ну надо все это знать. И наконец, папа Григорий, католик, вводит григорианский стиль. Вот сегодня было первое, а он говорит 14-е. Ну и вот так это пошло. Вот это и отвешено. То есть то и другое точно было. Но это точнее григорианские, которые по новому стилю все празднуют. А старый стиль православный только три. Это русская, кажется, иерусалимская и грузинская. Сердская, кажется, и все. Все, больше никого нету. И начинает доказывать это только богослужебный цикл. Да вот нельзя, да праздник... Как будто бы звезда за звезду усыпляется. Ну а вы как? Ну я за то, чтобы был на новый стиль. Ну зачем это нужно придумывать? У меня на работе немец один работал. Он говорит, ой, как хорошо, что есть старый и новый, и что у меня жена православная. Я потому и по-другому праздную и каждый раз выпиваю. Кому-то это на пользу. Я могу от себя сказать, как правильно. Вот спрашивает она старобрядца, вот так крестное знамение делает. Это небеса склоненные, два пальца, богочеловек. А новое это никоньяне. Они три. Я доказываю в течение пяти минут. То и другое содержит в себе элемент ереси. Содержит. А как правильно? Я говорю, вы изображаете чей крест? Христов. Христов крест какой он был? Вещественный или духовный? Вещественный на Голгофе. Ну и давайте теперь объясняйте. На кресте умирал кто? Богочеловек или как человек? Божество бесстрастное, говорит Анна Златова. Значит, человечество. А у нас богочеловечество так и так. Троица тем более не умирала. Не надо уже тут толковать-то. А как правильно? А вы сами посмотрите. На кресте страдала плоть. Сколько ран нанесли ему? Руки, ноги и в боку. Пять. Значит, пять. Как? Сверху вниз до шлева и слева направо. Вот католики, правильно. Я не католик. Но я всегда должен признать правду. Правда превышает все. Он говорит, ты, сшедший с неба, Сын Божий, воплотився через Деву Марию, меня, стоящего на левой стороне, крестом твоим переведи на правую. Все объяснено. Первый христианин, знатоуст, говорит, молились одним перстом. Но не сказал, каким. Ну, ясно, что указательно. Тут так понятно. Правой рукой. Ты. Они выходили, когда на арену, кресту царлягна, Христос царствует. Ян Затауст говорит, в римском пантеоне было 500 божеств, а в действительности ни одного. И поэтому, выходя, они показывали, один Бог, един свят Господь Иисус Христос. И поднимали перст один вперед над собою, свидетельствуют, что Бог единый. Тогда было это. А появилось ариево учение, показали троицу. В истории стал говорить монофилистство, монофизистство. Тогда показали два церковь, конкретно реагировал на какие-то события. Все. А чтобы так молиться, как сектанты, глаза закрыл, так церковь никогда не молилась. Никогда. Такого не было. Василий Великий говорит, мы из предания первого века это сохранили. Крестное знамение. Крестное знамение, животворящий крест изобрази. Нечистая сила, говорит, рухнула. Да с верою. Утром выходишь, сотвори молитву перед дверями. Никакая тебя там аппаратура не облучит, тебе ничего не поставят. Скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Перекреси, перейди, иди. Все. Я вот в жизни своей, у меня жизнь-то такая была, я не на одном месте сидел-то. Говорят, вот сегодня меня спросили, как ту женщину найти, там поговорить, как говорить, когда не знаете. Я говорю, молитва. Вот у меня кто-то творил пакости. Залез, я выступал голубям. Ну, я принес погибшей голове, показал, какой-то пшениц у нас. Я молился только. И нынче человек этот, может, с другой стороны был. Ему покоя нет никакого. Пока я молюсь, его переворачивает Господь. Он приезжает, меня вызвал из дому и заплакал. Это я сделал, я. Я сказал, отпусти меня живым. Ко мне ангел подходит, тыщет меня ножом, мечом. Притом не однажды. Вот они, три моряка, согласились меня убить. Я на корабле. А я учусь в мореходном училище, там байгерская, ну, сзади которая байгерская рубка. Я сижу, знать не знаю. А они в этот день решили меня сбросить за борт. И жена капитана Фролова в то время пришла развешивать белье, там белье развешиваем. Только в случае аварии работали оттуда. И все сшибло. Она не знала. Не знала. Вот на меня покушение готовилось. А потом проходит время. Человек тот приходит сам. Никто его не побуждал. Я говорю, что покоя нету. Молитва. Поэтому молись. И Бог укажет. Бог сделает то, что нам никогда не сделать. Я не знаю, где он. Я только молюсь. Господи, не дай ему погибнуть. И в судный день не помяни его безумие. Он не знает, что худо творит. Вот и все. Мои года, мое богатство. Ну все, сектанта нету. Вымели его. Примерами своими. Так, слушай дальше. Валерий еще что-то сказать. Валерий, да-да-да. Я обычно, я вот Евгению хочу посоветовать из личного опыта. Меня тоже очень часто поздравляют с Новым годом. Начинают, говорят, всего. Я начинаю спрашивать, а Новый год чего? Не понимают. Я говорю, ну чего Новый год? Ты говоришь, с Новым годом. Я говорю, а чего Новый год-то? Глаза шире становятся. Опять, ну с Новым годом. Я говорю, так Новый год. Чего Новый год-то? Ничего не могут понять. Я говорю, так, наверное, вы хотите сказать от Рождества Христова. Да-да-да. Я говорю, так а почему не говорите? Я говорю, тогда надо немножко подождать до Рождества Христова. Потом праздник стоит. Это вот Ну они знаешь как Говорят с Рождеством Ну у нас тут религиозных деятелей Собирает глава администрации И тут сидят евреи Каменецкий приехал Видно грамотный человек Борода нетронутая Это не то что там как мусульмане рот выбривают И первый раз мы с ним встретились Он сажен к себе располагает У него умеют они в шляпе сидит И Рождеством встал и говорит Поздравляю всех с Рождеством Но не говори с Рождеством Христа Я то знаю как он говорит А ты догадайся чем С Рождеством у него дочка в этот день родилась И он придет Ах и русские гои до того глупые Даже не знают что я их поздравлял Ты четко ясно скажи 20 апреля я чту Родился такой то человек А другой скажет а я его проклинаю Это твое дело Тут еще один вопрос Игнат Тихонович Вот когда вы говорите Во слава отцу и сыну Когда мы говорим Слава отцу и сыну и святому духу Ныне и присно Это и со старобрядцев Мы говорим Во веки веков Вы говорите Во веки веков Правильно? Ныне и присно и во веки веков Аминь Ну во веки веков Я вам следующий вопрос Каких веков? Века они сто лет прошли Настоящих веков Будущих веков Или предыдущих веков Каких веков? Вот оно куда за... Всегда А сначала нету Сегодня и для будущего Во веки Которые начались Веков Какие наступят вечности? Ему слава Во веки веков Это правильно вы говорите Мы думаем так Мы думаем Что во все веки А говорим-то Неправильно Во веки веков Нет правильно Не надо Не надо умничать Так церковь установила Во всех храмах считается всегда И Златоуст это говорит А мы будем Теперь эту Вшивость Сектантскую искать Не-не-не-не Вот при Златоусте Это как раз правильно говорили Эту вшивость Эту вшивость Загнали при переводе Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Сарабрятцы говорят Во веки веков Вот только одна Будь не так Да Только не во веки А во веки Все остальное на месте Не надо Самого себя отделять От церкви Нет Я вам про это и говорю Что мы Говорим одно А думаем другое Это такая закралась Такая лазеечка Такая дается И все толпыть Никогда Я ни одного Даже еретика Не встречал Чтобы он думал Что лазейка есть Никогда не обращайте внимания Не надо здесь По крупному мы разговариваем Так установила Святая Православная Вселенская церковь И все Не буквы в сторону Как протопоп За один А я сумираю За одну букву Правильно Правильно Говорите Вот я за одну Вопрос снятый На эту тему Я вам ответил Так Вопросы Игнатий Тихонович Да Тут Еще не говорим Что мы все Читаем Из Златоуста И вот Все эти переводы На русском языке И сеноидальный Сеноидальный перевод Тоже на русском языке Причем тут Во веки веков И так далее Двойная Аллилуйя Еще двуперстия Сюда давайте Ставим Мы же здесь Не разбираем Эти вопросы Зачем вы Валерий Об этом Говорит Нет Почему не разбираем Если вы сами Все читаете И опять Игорь Вопрос снятый Не надо никогда Дальше идти Точка Аминь Отошел Не надо Это нас Легко ловят На этом Сказали Объяснили Он так понимает Пусть как хочет Понимает Ответ дан Аминь Мы же не на спор Собрались Я тебе ответил Другого ответа нету А я понимаю По другому Это твое право В одном допустил Немного сомнения В другом А в царь Я нашел В Библии Одно слово Неправильно А сейчас меня звонит Уже один Уже полностью Потерял веру И говорит Там тысячи ошибок Уже тысячи Главное Вышибить только Из человека Почему? Ни одного места Представания Не знает наизусть А если бы ты Каждый день считал Ты бы сроднился Как Серфим Саровский Говорит Разум должен Плыть в Евангелии Вот тогда Было бы дело Лучше Русского перевода За всю мировую историю Не было Четыре Духовные академии Переводили Два человека Уже канонизированные Филарет и Макарий Алтайский Так Вопросы? Давайте Помолимся Уже полтора часа Пошли Достойно Есть Якова Истину Блажит Дитя Богородицу Пресноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Наши Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Безыстления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Величай Величай Иритяков Милости Твоя Не отнимают Народа Твоего Господь Даруй Мир Израилю Иерусалиму Россию Украине Сирии Где война Идет Тебе Божья Хвала Тебе Честь Поклонение Слава И Величие Во веки Веков Аминь 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 Рустам Вы не уходите? Нет Подожди Я спрошу Марину Сергееву У вас Людмила Ходит к вам? Я сейчас По этому поводу И хотела с вами Переговорить Игнаться Тихонович Ну во первых У нас Сестра хочет Заказать книги Значит Новый Завет Три Вы скажите потом Как? Или на ваш адрес Чтобы ей выслать Или Как? Деньги я имею ввиду И Людмила просила На меня пускай выйдет В моем мире Я ей скину все И объясню И сделаем Вы тут не вмешивайтесь А у нее У нее ничего нет Вот она приходит Ко мне слушать Ну через вас пускай сделает Я скину Какой порядок И там все у нас написано Мы о ней молимся Каждый день Скажи Да Людмила просила Помолиться Она вообще не встает Ей очень прям Ну вообще Она очень плохо чувствует себя Она сейчас По вашему слову Значит Стала оформлять Инвалидность Но в Красноярске У нас очередь Большая И только 15 января Ее записали На очередь И она просит Просто чтобы вы помолились Она вообще никакая Так мы молимся О ней скажи Слава Богу Я скажу Чтобы жизнь прервалась Цепочка порвалась Он сделает Как ему надо Мы Ты скажи Скажи Не унывай Не отстраняйся От того что Бог Установил Смерть Это усыновление На сынов человеческих На ваш диалог Сергей Я сказала Она слава Богу Молится И Вам не сипокон Интонации были нормальными Решен вопрос Пускай пишет Я отвечу Ну сама напишешь Через нее Чтобы она сама была рядом Так Кто еще Все благодарю Так Кто-то еще Спасибо всем О Рахи Так у тебя нормально Дома отношения Да Все хорошо Ну слава Христу Мы тебя помним И молимся Просим Нас не забывать Молитву Спасибо Вот у нее ревность Какая была Приехала одна Зимой Вообще Я Сегодня утром Выставил Последний Где мы проходили Видела Да Я видела Ну вот Ты в историю попала Мама Валентина Поклон вам Спасибо Господи И вам И вам тоже Поклон Вы наши друзья Мы вас Помним Называя Игоря И все его родство Так Еще кто Спаси Христос Аллилуйя Да я вот Рустаму хотел сказать Что я не обижаюсь На него нисколько Я очень рад Что он выходит На занятия Это самое главное Быть в единстве Веры А ты про кого Сейчас сказал Про кого Про Рустама Про Рустама Он говорил Сегодня Попрошу прощения Говорит у Игоря Мне написал Ну вот он Попросил прощения Я говорю Я то не обижался Плохо только Что он ушел А так то бы Мы бы Мы с Ильинным Тоже у нас были Вначале Перетирали Как то Но потом Успокоили Я говорю Мы молимся О нем И главное Вот вопрос Задает всегда Как считать Библию С толкованием Бестолкование Я с толкованием Говорю Проходит какое то время Не могу То есть видишь Как урак смеется Почему что Я просто Без толкования Читать И уже Втянулся Так сказать Можешь читать Но только Он спрашивает не так А что полезнее Полезнее с толкованием Потому что Ты и Библию знаешь И толкование одновременно Ясно Спасибо Так Никого нет Уходим Можно К Рождеству Еще Давай Давай Евгений Получается Если скажем У меня есть такая Свобода совести Я могу Праздновать Скажем Ты православный Русская православная церковь Седьмого Рождества Все Одни вопросы Больше никогда не поднимай Зачем тебе Говорить Но в этот день Когда они празднуют Как-то Больше не старайся показать Что вы неправильно То другое Они сами разберутся Без нас Никогда Никогда Не выходи На тропу войны Что-то непонятно Запиши Что непонятно И сразу Уходи на молитву Совсем непонятно Пост и молитва И у меня опыт Очень большой Я знаю Что нужно сказать Как раз Ничего не нужно сказать Первый вопрос Всегда так Стоит ли отвечать Вот это Самый трудный вопрос Я иногда Отвечаю Через месяц Через три Если трудный вопрос Просто молюсь И ответа жду Жду и Бог Положит на сердце Внезапно Так все Возвращаемся Давайте с Богом До воскресения Игнатий Тихонович Ну вот уже Я не хотела Спрашивать Но спрошу Я работаю В художественной школе У нас сегодня Был рабочий день И последний день Сегодня пятница Вот Я конечно Сидела с ними За столом Но я не кушала Они у елки Фотографировались Я не фотографировалась Но меня директор обязала Я вот Нужна была сидеть Нет Понятно Неправда Никто вас не тащил туда Не садитесь Если не знаете Что отвечать Зачем Вы не признаете Этот праздник И не надо лукавить Меня ни разу Никто никуда не затащил Я говорю ему Наоборот Расстроиться за столе Они сами не будут садиться Вы будьте бойцом Четко ясно скажите Для нас это не праздник Всего хорошего До свидания А можешь вообще Не сказать И пошла Чтобы чувствовали Что перед ними Это кремень Слово говорят Такая бумажка Железная Помните как Филипп Филипич говорил Что-то не слышно У вас звуку Мы в этом Зачем Ну петь он Да Да Все Ну все С Богом Давайте До свидания С Богом Субтитры сделал DimaTorzok